Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с выпуском новостей у Мартикии в коротко о некоторых темах. Около 20 школ республики будут капитально отремонтированы в следующем году. В Прикубанском районе будет построено плодохранилище, рассчитанное на 10 тысяч тонн продукции. Всесезонный курорт Архы стал лауреатом национальной премии Горы России. И в лесах республики стартовали биотехнические работы по зимней подкормке животных. Далее об этих и других темах подробнее. На состоявшемся в конце прошлой недели заседании с участием главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова обсуждены ход и темпы реализации мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, капстроительства и дорог в республике. Речь идет об объектах, которые строятся и ремонтируются в рамках федеральных нацпроектов, а также региональных программ, в том числе за счет средств регионального дорожного фонда. По каждому объекту есть четкие сроки ввода в эксплуатацию, график выполнения производственных работ, отметил Рашид Тимрезов. По его словам, необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для поддержки строительной отрасли и реализации намеченных проектов. Какова роль общественных советов, созданных при муниципалитетах нашего региона? Какую работу они должны вести на местах и как улучшить их деятельность? Эти и многие другие вопросы поднимались в ходе круглого стола «Роль общественных советов при муниципальных образованиях и итоги мониторинга», прошедшего в Общественной палате республики. Комментирует председатель Общественной палаты Елена Лешова. Того, как работает Общественный совет, во многом это отражает позицию муниципалитета. Чем активнее действует Общественный совет, тем более открыта позиция руководства исполнительной власти муниципалитета. Мы понимаем, что органы исполнительной власти, их деятельность контролируется со всех сторон. Но Общественный совет – это не просто орган, который осуществляет общественный контроль. Он подсказывает, он показывает, что сегодня актуально, какая задача стоит у населения. И органы исполнительной власти еще больше, соответственно, идут в контакт и решают поставленные вопросы. 29 ноября в 10 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 42-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии, на котором будут рассмотрены несколько законопроектов. В их числе о республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период до 2025 года. О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на следующий год и на плановый период до 2025 года. А также о республиканском материнском капитале при рождении, усыновлении четвертого ребенка или последующих детей и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов. В Тибердинском нацпарке состоялось межведомственное совещание по вопросам подготовки и проведения зимнего туристического сезона на территории курортов Домба и Тиберда. Особое внимание уделили тому, что услуги, оказываемые отдыхающим, должны в полной мере отвечать требованиям безопасности. Подробности сообщил министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Особое внимание мы обратили на оказание туристических услуг, то есть это в том числе предоставление услуг на горнолыжных склонах, то есть кто имеет право предоставить эти услуги. Мы обсудили вопросы о привлечении к ответственности лиц, которые оказывают эти услуги несоответствующим образом, так сказать. Дальше обеспечение инфраструктурой, обслуживание автодороги федеральной, которая ведет к курорту самому, уборка снега, мусора и так далее. То есть самый актуальный вопрос, который на сегодняшний день стоят. Карачаево-Черкесию посетила делегация из Тюменской области. Гости обменялись опытом с нашими специалистами в сфере развития овцеводства. Они посетили откормочную площадку предприятия «Ставропольский фермер», а также завод по оберработке баранины группы компаний «Домоте». С представителями регионального минсельхоза делегация Тюмени обсудила перспективы взаимодействия двух субъектов в сфере развития животноводства. По результатам Всероссийского конкурса «Регион для молодых», инициатором которого стало Федеральное агентство «Росмолодежь», 42 субъекта России получат субсидии на развитие молодежной политики в числе победителей Карачаева-Черкесия. Подробности сообщил министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов. Федеральным агентством по делам молодежи был организован и проведен конкурс для комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых», которые со своей стороны позволят создать систему непрерывного сопровождения и поддержки молодых людей. По итогам данного конкурса Карачаево-Черкесская Республика вошла в число победителей и выиграла субсидию в размере 57,2 миллионов рублей, что со своей стороны позволит сделать существенный вклад в дальнейшее эффективное развитие молодежной политики в Карачаево-Черкесии и даст новые возможности для молодежи. В 2023 году на территории субъекта планируется открытие молодежного центра, в рамках которого будут реализованы актуальные для ребят мероприятия и площадки. Данное молодежное пространство позволит создать корпоративный университет, который включит в себя центр обучения в сфере легкой промышленности, который является актуальным для Карачаево-Черкесской Республики, центр подготовки специалистов в сфере туризма, это гиды, экскурсоводы, инструкторы, что также в свою очередь не менее актуально для субъекта, чем первое направление деятельности центра. Следует отметить, что в рамках реализации комплекса мероприятий регион для молодых на территории Карачаево-Черкесии в 2023 году планируется к созданию палаточный лагерь на 90 мест. Следует отметить, что полученные средства также пойдут на организацию и проведение крупных масштабных мероприятий, такие как военно-спортивный форум «Патриот», форум «Дни карьеры», комплекс мероприятий, Североказский форум добровольцев, форум «Махар». 19 школ Республики будут капитально отремонтированы в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» госпрограммы развития образования в следующем году. В учреждениях пройдет большой комплекс работ. Это и ремонт кровли, фундамента, потолков, ремонт фасадов и внутренние облицовочные работы. Будут заменены системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения, систем пожаротушения и т.д. Кроме того, планируется благоустройство территорий и спортплощадок, оснащение мебелью и оборудованием, обновление учебников и пособий. В Карачаевске продолжается реконструкция одного из крупных и старейших спортивных объектов Республики – стадиона «Совлук». Кардинальные изменения коснутся и трибуны, лестничных сходов и, конечно, футбольного поля с беговыми дорожками. Строители планируют завершить ремонтные работы к концу этого года, чего с нетерпением ждут любители спорта со всего Карачаевского городского округа. Об этом рассказал начальник отдела физической культуры и спорта администрации Карачаевского городского округа Альберт Сареев. Федеральный проект «Демография. Спорт. Норма жизни» идет строительство. Начало этого года уже полностью практически не останавливалось. На сегодняшний день основание поля футбольного где-то на 85% закончено. На следующей неделе уже будут стелить покрытие искусственное, ливневки, дренажные работы уже практически закончены. Также вот по периметру будут установлены освещения, воркаут-площадки. В Карачаево-Черкесии из-за несоблюдения правил обращения с пестицидами пострадало более 8 тысяч саженцев клубники и 500 растений огурцов. Комментирует информацию заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. В ноябре в Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило обращение по факту обнаружения химических ожогов листьев более 8,5 тысяч саженцев клубники и растений огурцов после авиационной обработки полей в ауле Малый Зеленчук Хабецкого района. В ходе выездного обследования факты, изложенные в обращении, подтвердились. Установлены заказчик работ и исполнитель, которые нарушили требования. Так, население аула на границе участка не оповестили в средствах массовой информации. При обработке не соблюдалось необходимое расстояние от посевов сельхозкультур, употребляемых в пищу без тепловой обработки. Управлением Россельхознадзора, индивидуальным предпринимателем Тамбиеву и Аширову объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. В лесах республики стартовали биотехнические работы по зимней подкормке животных. С наступлением холодов обитатели леса сталкиваются с нехваткой пищи. В этот период традиционно начинается проведение биотехнических мероприятий. На территории общедоступных охотничьих угодий их проводят сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии. На закрепленных угодьях охот-пользователи. В числе наиболее эффективных биотехнических работ – подкормка. Основной кормовой базой, приобретаемой для подкормки, являются овес, кукуруза, комбикорм, соль и другие. Подкормочные площадки устраиваются на земле. Всесезонный курорт Архыс стал лауреатом национальной премии «Горы России». Он победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт» Северокавказского федерального округа. Победители первой национальной премии «Горы России» определяли путем народного онлайн-голосования в течение месяца. Всего в конкурсе было заявлено 29 номинаций. Выбирали в том числе лучшие горнолыжные курорты страны, горные отели, банные и спа-комплексы. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма России, продвижения культуры активного отдыха и является социально значимым событием в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Архэз является одним из лучших горнолыжных курортов не только Северного Кавказа, но и России в целом. Качество трасс, уровень инфраструктуры и туристического сервиса полностью соответствуют международным стандартам. В Невиномыске прошли краевые соревнования по боксу на призы главы города, героя Российской Федерации Михаила Миненкова, в которых принимали участие 280 спортсменов из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. Наши спортсмены в общей сложности завоевали 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В северных районах днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до плюс 5, в горах местами до плюс 12. Утром в горах, на дорогах местами гололедится. В Черкесии без существенных осадков, утром туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 15-18 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.